Далее, точно в этом же контексте, в Евангелии от Матфея, 12 глава с 9 по 14 стих, мы читаем, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их, и вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботу. Вот видите, буквально здесь, немножко раньше у Иоанна мы с вами говорили о том, что требование не исцелять в субботу не было важным, а было важным, почему он носит свою постель. Здесь, после требования, что нельзя в субботу срывать зерна, здесь предъявляются претензии по поводу исцеления в субботу. Это еще раз должно нам показать, что не было устоявшегося канона поведения в субботу и других законнических дел того времени. Это все находилось лишь в процессе развития, и потому здесь, вдруг, после того, как не было претензий к исцелению к огтовому, есть претензии, почему ты исцеляешь сухорукова в субботу. Он сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит. Сколько же лучше человек овцы, и так можно в субботу творить добро. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою, и он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. То есть, до такой степени, до такой степени это было противно тому, что они учили, что в данном конкретном случае, несмотря на что другие фарисеи придерживались этой же точки зрения, что Иисус, они ищут, как на основании его поступка его погубить. Опять-таки, в своем ответе, и для меня очень важно показать вам, насколько еврейским был ответ Иисуса. Не, насколько он отвергался еврейски, а именно, насколько имеет смысл его бытие, и понимание ситуации Тора, как еврея, и его желание объяснить это с чисто еврейской точки зрения. Вот, например, ситуация, в которой животное упало в яму, и в субботу оно разбирается в Талмуде, в трактате «Шаббат» 128b. Если животное упало в водосборную яму, можно принести мешки с сеном или шерстью, по которым она могла бы подняться. Если поднимется, поднимется, спрашивают ученики. А в другом месте мы учили, что можно сбросить ей пропитание до конца субботы. Пропитание можно, а мешки нельзя. Нет здесь никакого противоречия, утверждает трактат «Шаббат» Талмудический. Если можно довольствоваться тем, чтобы сбросить пропитание, то довольствуется этим. А если нет, то бросают мешки. Так как бросить мешки запрещено запретом раввинов, а причинение страдания животным запрещено Торой. То есть на самом деле раввины говорят, окей, мы запретили, но поскольку позволено Торой, то принцип «каль ве хонер», то есть наиболее от простого к сложному, позволяет нам скинуть даже мешки для этого животного, не говоря уже о том, чтобы его накормить. Таким образом, сам подход фарисеев подразумевал возможность нарушения запретов мудрецов для предотвращения страдания животного. Даже когда нет опасности для его жизни и, соответственно, для обытка хозяину. В то же время в субботу запрещалось молиться за человека, чтобы не упоминать скорбь, чем можно было бы оскорбить субботу. Вот две такие крайности. Учили мудрецы, там же в трактате «Шаббат», но в другом месте. Учили мудрецы. Входящий посетить больного в субботу говорит, остановите, вопль, и приблизилось исцеление. Раби Мейер говорит, способна суббота смилостивиться над больным и исцелить его, если он проявит уважение и не будет скорбеть в субботу. Сказал Раби Ханина. С трудом дозволили мудрецы утешать скорбящих и проведывать больных в субботу. Выходило, как бы, с одной стороны, что, будучи чувствительны к скорби животного, мудрецы опасались проявлять сострадание к человеку. И, естественно, в своем ответе Иисус указывает на то, как он понимает толкование этого места. Он говорит, минуточку. Если вы проявляете сострадание к животному, то насколько же больше надобно проявлять сострадание к человеку, используя их же собственное оружие, его же собственный принцип, который мы называем принципом Каль-Ве-Хомер. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-Семинари. Продолжение следует...